друзья всем привет с вами санек в общем как вы уже поняли из названия ролика видео будет про токарный станок а точнее его очередную переделку доработку модификацию называйте это как хотите в общем поставила на него электронную гитару и в этом видео хотелось бы рассказать что это за фрукты и с чем его едят плюсы минусы в отличие от обычной механики до шестерен и так далее там подобное тем более я этот станок буду продавать у себя на канале вот путем розыгрыша продавать путем розыгрыша поучаствовать сможет любой желающий в общем условия это будут продажи это отдельный ролик но тем не менее человек уже посмотрит это видео и будет знать стоит ли ему участвовать в этом в этом розыгрыше да либо либо нет вот как-то так ладно харэ ляля кому интересно друзья смотрите ролик до конца 5-минутного ролика точно не будет потому что здесь все-таки нужно немножечко как на пианино по клавишам пробежать плюс еще показать работу ролики уже этот снимаю пытаюсь снять от самого момента установки на установку я уже не снимал точнее снимал ну ну не то пальто на мне не нравится ролик и все так много болтаю всю камеру на штатив сюда туда кстати инструкция по управлению вся на русском языке буду я сейчас использовать как как сценарий установочка схема все есть всю паналь друзья мы перед тем как начать ознакомиться уже с режимами работы до с электроникой сразу хочу сказать потому что мы не все понимают то что ручной режим перемещения суппорта до ручной режим работы он никуда не девается он как был так и есть нравится точить вручную всегда пожалуйста никаких проблем электроника просто расширяет спектр возможностей а по сути она управляет всего лишь ходовым винтом или винтом подачи автоматической кто как называет вот и все независимо от того на какой скорости вращается патрон вот в какую сторону вращается патрон может вращаться как влево так и вправо клавиша переключения кстати у меня два дисплея один родной который был здесь стоит датчик вот его сюда вынес и здесь тоже есть дисплей где показывают скорость они оба рабочие работают это работает дисплей от энкодера разбирать я не буду есть видео где люди устанавливают все это дело у меня все по схеме установлена друзья все по схеме кому надо схему можете вот поставить на паузу и изучить ее никаких проблем у меня с установкой не возникло как то так первым делом давайте часа на штативчик поставлю первым делом зайдем в системные настройки и отключим значит вращение винта при включении станка то есть когда патрон начинает вращаться сейчас вращается винт а давайте покажу и вот чтобы вот убрать вот это нужно зайти в системные настройки они запаролены стоит пароль пароль я сейчас вам скажу какой потому что вот здесь вы его нигде не найдете нигде никто не говорит версия сейчас покажу какая здесь стоит станка кнопка кстати заменена на более удобную широкое такое отключение вот с любой стороны давайте сейчас отключим винт показываю как он сейчас работает давайте скотч сюда намотаю чтобы было видно так друзья бумажный скотч намотал поставил маркером метку линию да и сейчас тут включаем и видим то что винт при включении меня вращается вот эту функцию так сказать этот режим можно отключить для этого нужно зайти друзья в меню в меню заходим нажатие удержания кнопочка fn либо вот set save 1 держим двойной звуковой сигнал версия 5.02 и здесь друзья стоит пароль первая это единица 2 2 к 3 4 5 все пять цифр дальше они друзья повторяются пароль неверный вот и для того чтобы сюда войти пароль здесь не указан него нигде никто не говорит ну я не знаю товарищи продавцы вы уж как-нибудь либо вот здесь вот там где нибудь если отправляете кому подобные вещи ну напишите вы ну потому что они у не все смотрят к мой канал напишите пароль 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 такой два три четыре два три четыре и заходим системные настройки так системные настройки где-то у нас тут хотел по были никому ну ладно короче там ничего интересного я вам меняю здесь указан шаг винта моем случае здесь двойка и здесь вот они совпадают можно отключить звук клавиш перестанет пищать но я вам так скажу беззвучном режиме немножко неудобно работать вот поэтому станок будет издавать все-таки звук по нему очень удобно ориентироваться несмотря на дисплей знать включилась либо отключилась та или иная функция вот очень помогает особенно когда работает на автомате без остановки либо с задержками и ты слышишь по звуку остановился либо не остановился так дальше не знаю что это еще тут вот он вот эта функция вот старт мотор то есть запуск винта при запуске мотора вон того двигателя то есть вращение идет патрона и сразу же идет вращение винта вот его нужно отключить друзья и долгое нажатие сохраняем настройку это единственная системная настройка системная которую нужно поменять далее выключаю станок включаю станок и смотрите что происходит загорается надпись нет стоп то есть винтов стоит уже на стопе остается включить и ведь друзья не вращается его запускаем только вручную вот он пошел работать то есть при включении станка если вдруг забыли там я не знаю там выключить маточную гайку же будут резец в патрон не въехал даже меточка стоит запускаю гайка включена но винт не вращается запомнили я думаю пароль 2 3 4 2 3 4 все очень просто вот как-то так ладно дальше по менюхе по менюхе так друзья ну надеюсь видно снимаю все вот на телефон я убить двумя камерами пытался снимать не получается так друзья ну первый режим это вот такой самый основной это продольная подача вот вверху слева надпись fed и стрелочка направления движения суппорта меняется значит нажатием кнопки суп fn видно да вот здесь где мира это надпись стоп у нас показывает друзья обороты да вот показывает обороты ну и показывают соответственно стоп самого винта видно внизу не вращается также показывает выводит неудобно что вот он выводит вот сюда вот эти цифры большие не всегда их удобно меня второй дисплей он показывает то же самое 358 и там показывает тоже самое но бывает она раз синхрон в 1 2 оборота потому что датчики разные тут энкодер здесь вообще какой-то датчик непонятный магнитный вот как то так здесь значит идет у нас скорость продольной подачи моем случае это одна десятка на оборот шпинделе до наоборот патрона одна десятка подачи мне так удобно мне не нравится точек можно замедлить до одной сотой 0 совсем медленный режим это хорошо на нем снимать на на этом или вот она этом до 2 сотых когда надо пол сантиметра сразу захватить и он давит его четко вообще на механике так не сделаешь слишком быстро резец идет вот и его можно ускорить до четырех десяток вот цифры это пройденное расстояние друзья суппортом то есть когда вращается винт там будут отображаться цифры сейчас маточную гайку выключил пока ничего не точен запускаю и включаю движение винта видно как вращается и уже начинает отсчитывать друзья расстояние можно поменять вращение винта прямо на ходу не меняя оборотов ничего это о чем я и говорил также можно замедлить замедляю смотрите на ведь он пошел вращаться намного медленнее то есть еле-еле все это делается во время режима работы станка я выражаю своими словами поэтому взять сильно не пинайте и слышите как тихо работает нету этого лязгания шестерен совсем медленно то что нужно следующий следующий режим у нас какой тут ручное перемещение ручное перемещение видно да давайте сейчас включаю маточную гайку телефон чуть повыше конечно далековато дисплейчик получается друзья ну путем нажатия даже вот когда станок выключен путем нажатия плюс-минус либо стрелочки да мы перемещаем суппорт то есть идет управление винтом не более того плюс отсчитывается пройденное расстояние где-то на какой-то заготовки возможно нужно выставить резец так чтобы совпадал там что-то замерить длину допустим допустим это еще покажу вставляем сбиваем друзья на ноль путем удержания вот этой красной по моему кнопки сбиваются на ноль и дальше я могу переместить и замерить какое-то расстояние где точить и тогда ли там подобное внутрянку там для нарезания резьбы до глухой либо еще чем меняется скорость но здесь она отображена отображается почему-то в герцах но есть друзья таблица вот где эти герцы переводят в миллиметры в минуту самая минимальная скорость это 400 герц не знаю почему так и сделали то есть это 30 миллиметров в минуту сейчас сейчас у меня стоит 9600 это 720 миллиметров в минуту перемещение в ручном друзья режиме вот меняется кнопкой fn я думаю видно минималочку давайте сделаем вот он поехал еле-еле-еле-еле вот видно как вращается так сказать штурвал эта скорость друзья влияет еще выставленное значение влияет на отскок так сказать самого суппорта до вот в сторону то есть когда вот резьба нарезалась делаем возврат и какая скорость будет выставлена здесь с такой же скоростью он будет делать отскок назад в начало поэтому здесь внимательно нужно быть можно резьбу нарезать быстро а отскок будет происходить до откат очень медленно поэтому у меня значение всегда стоит максимальная то есть резьбу нарезал и быстренько вернулся об этом мы еще вернемся к этому когда будем резать сейчас резьбы так с этим разобрались кстати из этого режима можно выйти на автомат то есть точить на автомате в инструкции этого режима почему-то не указано запускается вам случайно выявил запускается вам следующим образом удержанием кнопки sub fn он выходит в автоматическое точение вот нажать кнопку fn нажимаем дальше тут указываем расстояние какое надо проточить и так далее там подобное и он уже на автомате поменялась надпись на вот этот лук да он начнет работать на автомате давайте сейчас поменяем движение и запустим станок маточная гайка включена сейчас снимаешь с первого дубляка все сложно вот режим лук то есть который мы сейчас там какое-то значение задано надеюсь мы никуда сейчас не 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 видим запускаем станок у нас стоит винт на стопе вот он светится да и теперь его нужно запустить проверяю движение сейчас в правую сторону запускаем все пошел работать сейчас он пройдет какое-то расстояние будет возвращаться давайте ускорим то есть он сейчас по сути станок уже хочет на автомате там выставлены 4 миллиметра по ним расстояние вот он сам только успевают подавать он сам сейчас точек ну за расстояние можно задать абсолютно любое друзья давайте задам диапазон побольше давайте ну конечно то есть вхожу сейчас в ручной режим давайте как же все непросто захожу сейчас в ручной режим двигаю вот на вот такое вот расстояние мне нужно проточить допустим можно этом откорректировать более точно там подогнать неважно нажимаю вот эту кнопку удерживаю потом включаю вот эту кнопочку этого этого нет в инструкции режима вот ставлю скорость какую надо при обработке пускай будет так меняю потому что меняют направление пока для начала до стрелочка поменялось можно запустить станок он стоит на стопе а потом запустить его уже непосредственно режим работы выглядит примерно это друзья изменяюсь вот таким вот образом то есть нажимаю а это включено и станок начинает работать вот он пошел на заданное мной расстояние его можно вообще выставить вручную я путем перемещения вот он пошел работать вот он прошел 46 ровно миллиметров и пошел точить в обратную в это время можно поддать резец насколько надо это автоматически есть еще автоматически задержкой с остановкой режиме но это уже в другом меню я думаю понятно все выключаем переходим дальше друзья переходим дальше как бы так стать обратно чтобы было все видно так маточную пока не включаю так винт видно запускаем опять в автомат но нам больше не это ручное друзья управление можно также точить просто удержанием клавиши до задать нужную скорость нажать и держать но это неудобно поверьте это вот можно померить что-то но неудобно так следующий режим это режим и изменения значит угла поворота шпинделя то есть можем вращать менять направление измерения до сколько градусов можем также сбить на ноль то есть это очень удобно когда нужно на заготовке разметить отверстие допустим там не симметрично то можно и симметрично данном на четыре части там на две части ровненько поделить то есть выставили сколько нам надо вот ноль да допустим на три части там разделили провернули резцом отметили провернули там на сколько-то градусов в резцом отметили и на заготовке будет там допустим три метки где нужно будет сверлиться ровно точно там пять меток шесть меток можно отделить как угодно то есть еще и при этом менять эти цифры также можно сбивать их в общем по мне так полезная штука радусы все показывает в минутах в секундах кто соображает вообще шикарно так следующий режим это у нас что тут такое уже не помню работаю на автомате поэтому я уже туда не смотрю я в основном так это нарезание резьбы в ручном режиме так резать мы не знаем стоит ли вообще резать надо нарежем какую-нибудь дальше идет автоматический режим редко пусть давайте в ручном режиме нажмите суп fn заходим в режим вручной режим нарезание резьбы здесь метрические можно резьбы нарезать можно произвольно настраивать вообще диабазон широчайший это я даже туда и боюсь и смотреть мне достаточно уже настроенных настроек да и инчи это дюймовые дюймовая резьба то есть не надо ничего разбирать никаких шестерен менять ничего вот метрическая нас интересует резьба есть да дальше выбираем шаг резьбы шаг резьбы шаг резьбы я уже показывал вначале так чтоб не долго не тыкать кому интересно друзья вот такой шаг можно уже по умолчанию нас настроить и даже не париться вот он ручной установ но устан шаг ручной установки шага резьбы бога от 0,0001 и до 5 и 4 там нулей представляете да это вручную можно настроить даже свою резьбу можно придумать какую-то там специфическую хоть левую хоть правую без разницы вот как-то в общем не будем мы здесь сильно заморачиваться сделаем там какой там самый ходовой там у нас шаг полтора 125 да и есть еще 175 тоже как бы такой самые такие ходовые настройки вот как то так дальше заходим выбираем длину резьбы какую нам надо нарезать и при этом понятное дело вот допустим 11 миллиметров можно это более точно не стоит а по нулям вот будет резать 11 миллиметров резьбы больше можно меньше не важно друзья не важно дальше выбираем левая либо правая резьба дальше либо на автомате либо в ручном режиме мы будем запускать точение резьбы я буду запускать это все в ручном режиме потому что ну реакция дело хорошая ног когда все наблюдается и не спеша делается то она получается более качественно так сказать ручной ручной задержку на 6 секунд как бы здесь руле не играет потому что все будет запускаться в ручном режиме дальше длинное нажатие кнопки fnk у у нас станок сейчас запрограммировался на правую резьбу шаг 125 сама резьба 11 миллиметров друзья как то так но остается только поставить заготовку и начать нарезать резьбу давайте подведу так вот что я заготовки пока нет потому что все снимаю сейчас одним кадром и без монтажа давайте включу маточную гайку все остается только нажать пуск так сказать до красную кнопку и станок сразу начнет нарезать поэтому если надо ставить заготовку ставить заготовку и нарезать если включить станок сейчас выставить обороты он сразу начнет нарезать поэтому всегда делает я делаю холостой проход то есть резец отвожу делаю холостой проход он остановился прошел 11 миллиметров остановился но это делаю возврат ну и дальше уже подвожу резец понятное дело резьбовой и начинаю резать резьбу вот так же можно вот гайка включена также можно еще подкорректировать малой подачи то есть мало ли там где-то чё-то какие-то точники нужны расстояния и тогда этом подобное все и дальше я уже работаю нарезаю на кнопки то есть делаю от вот резца делаю так сказать отскок подвод и нарезаю давайте заготовку поставлю так друзья ну поменял резец на резьбовой проточил здесь я не знаю сколько миллиметров так произвольно сейчас ни к чему не привязаны никаким размером ну где-то примерно 16 миллиметров вот здесь резьбы 16 миллиметров резьбы так гайку включил далее 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 настраиваю задаю параметры так сказать включаем захожу захожу в режим нарезание резьбы ручной вот он дальше суп фн нажимаю кнопку выбираю метрическую шаг пускай будет полтора а почему нет пускай будет полтора длина 16 миллиметров нам надо не выбираю друзья 16 миллиметров цифры начинают бежать вот смотрите потом начинают очень быстро бежать уже поэтому нужно быть внимательным сначала медленно потом быстрее 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 ну так вот держим ждем ухты промашка вышла ведь бывает но когда спешишь постоянно так нам на 16 миллиметров все отлично дальше правое ручное 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 все ручное нажимаем fm все удержать надо надо должны сохраниться все настройки теперь длинное нажатие длинное нажатие проверяем правая полтора 16 миллиметров вроде бы она то что нужно гайка включена резец выставлен примерно туда куда нужно сейчас я резец отвожу назад друзья и включаю проверяю оборотов где-то будет не знаю 150 200 подложу резец смотрю где он закончился на точнее делом остановился на стране он остановился не там где нужно и подвожу теперь резец малой малой чтобы выход там где мне нужно видно да неудобно все это и и снимать и рассказывать делаю отскок 16 миллиметров мало друзья делаю отскок маловато поэтому что правильно останавливаем станок и и меняем добавляем точнее значение полтора 16 стоит уже по умолчанию друзья у нас если выключить кнопку настройки собьются а так я могу еще подкорректировать добавляю сколько не хватает пару миллиметров на выходе сделаем до 18 сделаю что выход резца был за пределом проверяем так правая ручной ручной ручная длинное нажатие сохраняем резец друзья отвожу чтоб не врезался запускаю теперь можно его подкорректировать так как мне нужно так отлично делаю возврат смотрю резец вышел оборотов 270 ну кстати если был бой большие обороты для нарезания резьбы вот сейчас я до включил ну здесь друзья надпись соответствующая не начинает мигать слишком большие обороты для нарезания друзья резьбы их нужно сделать ну там в мануальчике написано в пределах смотря какую режешь вот если шаг будет больше то соответственно оборотов надо сделать поменьше допустим его врезец ну по крайней мере сейчас мигать перестало надпись ну я сделаю примерно где-то их 200 вот 201 что здесь 201 что здесь 201 так надеюсь попал там резец все погнали точить резьбу здесь на нолик для удобства поэтому использую отвожу резец давайте так и сделаем видно но не видно есть не залазит и делаю так сказать отскок дальше уже на лингу смотрю подвожу резец Отвожу Подвожу Отвожу И вот таким вот образом В ручном режиме, друзья Да, кстати Посоветовали салом Пользоваться Кусок уже такой лежит, аж засоб И вот резьбу Нарезаю Использую сало кусочек Хоть он такой уже здесь Давно лежит В тумбочке еще кусок Но тем не менее Очень даже здорово помогает Лучше чем масло Не знаю почему Меньше ее рвет как-то И вот он останавливается в том же месте Где запрограммировал Проверяем, делаем отскок Все это нажимаю И слышно А без звукового сигнала было бы Намного хуже и непонятнее Еще разочек проверяем Делаю отвод Еще подвожу Подвожу по чуть-чуть Где-то две сотки Где-то Точнее десятки Я же спец такой Где-то две десяточки даю Где-то десяточку Где-то прохожу По одним и тем же Так сказать Показателям Для чистоты что ли Стружка вот она Неперекаленная Режет отлично Где-то же упало Хотел быстро показать Хотел быстро показать Друзья Вот у нас стружечка Так Отводим Делаем отскок Вот в ручном режиме Помните Я говорил С какой скоростью Там будет Герцы выставлено С такой скоростью Он будет делать Отскок назад Даю еще десяточку Отвожу Делаю Так сказать Отскок Погнали Отвожу Еще смещаюсь Еще разок Давайте пройдем И посмотрим Саму резьбу В принципе Можно выключить Так Давайте сейчас Заготовку достану Это не принципиально Это мы сейчас Срезали полтора Тряпочку Шаг Полтора Не важно На каком фоне Показать Так Сало Сало Надо убрать Никаких проблем Резец не врезается Работаешь На автомате В рычаг Маточная гайка Включена Постоянно Дергать не надо Это учебная Тренировочная Тут была у меня Никаких проблем Внаружная резьба Внутренняя Глухая Запросто Резец будет Останавливаться Сам В том месте Где ему нужно Те кто смотрит Канал Помнят Что я Точил Вот такой Универсальный Вал Из полуоси Под сцепление На все случаи Жизни И здесь Друзья Нарезал резьбу Так вот Вот это Происходило На металлических Шестернях Видос есть На канале Показывал Как его точить Вот здесь Конечно Были Пляски С бубном Постоянно Надо было Сидеть На вот этом Переключателе Реверсе Вовремя Его отключать Так чтобы Не врезаться Резцом Туда Куда не нужно Отводить резец Потом Отъезжать Обратно Ну такое себе Знаете Реакция нужна Вообще Капитальная Чтобы это все Дело вовремя Отключить Отвести Включить Вот потому что Если Разомкнуть Гайку Да И где-то там Что-то не совпасть На По шагу Да То резьба Вот эта Запоролась бы Вот такие вот дела Так что это была Моя первая резьба И последняя резьба На Гитаре Из шестерен Один раз Попробовать Второй раз Попробовать Третий раз Уже не захочется Там что-то менять Настраивать Потому что Ну геморройно Все это дело Поэтому Было решение Перейти На Электронику Ну вот как-то так Это Большой 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 Плюс Вот Электронной гитары То что можно делать Вот такие вот вещи Автоматические Там Точения Это Там уже Режимы можно подбирать Разные Всякие Так что как-то хотел Быстро показать А Так Где-то 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 Лежит Вот такая Есть Вещь Это Толрепчик Не хватает Одного винта Это Я его почистил Запесочил И не хватает Винта С левой Резьбой Друзья И на этом станке Изготовить Недостающую часть Мне не составит Вообще Никаких проблем Резьбомер Вот такой Есть Дюймовый И резьбомер Метрический Так Смотрим Не то Смотрим Не то Смотрим Да Дюймовая 10 ниток На дюйм Поэтому Нажатие Пару 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 клавиш Нажатием Пару клавиш Запросто Можем Выточить Винт С левой Резьбой Автоматически Я вообще Не рассматриваю Здесь Точение Оно До того Друзья Неудобное Поэтому Проще Точить В ручном Режиме В общем Друзья Вот такой Ролик Получился Обзорчик Повторюсь Меня Еще тот Если Конкретно Заниматься Чисто Рассказами О станке Сутками Можно Снимать У меня Сейчас Заняло Вот эта Вся Съемочка 5 часов 5 часов Я Вот здесь Что-то Придумываю Пытаюсь Что-то Показать Изобразить Ну Получилось То что Получилось Друзья Поэтому Строго Не пинайте Кто Сомневался Нужна Она Не нужна Друзья Не сомневайтесь Штука Стоящая И денег Своих Она Стоит Задач Просто Будет Решаться Намного Больше Нежели С обычными Вот С обычной Гитарой Шестерней Сразу Спектр Увеличивается Возможностей Будем так Говорить Вот Я когда Брал Станок Друзья Не было В продаже Станков С электронной Гитарой Они Продавались Отдельно А сейчас Они уже Как бы Есть На сайте У них В этой Компании Где я брал Ссылочки Кстати В описании Там Они уже Идут С электронной Гитарой И Кстати Дешевле Купить Станок Уже С электронной Гитарой Чем Потом Его Доукомплектовывать Это Мои Наблюдения Вот Как-то Так Были Они В наличии Я бы Сразу Купил Бо С этой Вещью Ну Не было На тот Момент И то Я месяц Ждал Пока Привезут Завезут Электронной Гитары Вот Все Друзья Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...